По каулюху субхану ва та'аля бальядагу мурсутатан, говорит имам Ибнукудам аль-Макдиси, а также слова Всевышнего Аллаха и обе его руки распроферты. Исура аль-Майда, 64 аят. Говорит шейх Хусаймин асифа тусани аль-Ядан. Второй атрибут, который упомянул имам Ибнукудама, это две руки. Это сифа затея или фи'лия? Тоже затея, так или нет, тоже принадлежит сущности Всевышнего Аллаха. Говорит аль-Ядан минсасатил ла ассабиталагу. Две руки Всевышнего Аллаха являются атрибутом Всевышнего Аллаха, которые установлены относительно него, белькитабиус сунну ва ижмай салав, Кураном и сунной и единогласным мнением праведных предков. Каля Аллах та'аля сказал Всевышний Аллах бальядагу мапсутатан, но нет, его обе руки распроферты. Ва каля Набиус салалаллах ассалам сказал пророк, салалаллах ассалам, ямину Аллахи наль-Ар, правая рука Всевышнего Аллаха наполнена, ла югидуга нафақа, не сокращает ее пожертвования, то есть те богатства, которые в правой руке Всевышнего Аллаха, так, когда Всевышний Аллах раздает что-то из этого своим рабам, от этого богатство Всевышнего Аллаха не уменьшается. То есть Всевышний щедро раздает ночью и днем. И хадис продолжается до слов пророка, салаллах ассалама, биядихил ухра аль-кабду, ярфа аль-яхфаз, а в другой его руке, аль-кабду, то есть он держит этим все творения, так, ярфа аль-яхфаз, кого-то возвышает, а кого-то унижает, так, кого-то возвышает, а кого-то унижает. Этот хадис приходит у имама муслима и примерно такой же смысл приходит у имама аль-Бухари, так, у имама аль-Бухари. И, соответственно, хадис достоверный. Почему привел Шахус Аймин? Потому что в нем утверждение рук Всевышнего Аллаха, правой руки и другой руки, правой руки и другой руки. А другая рука у Всевышнего Аллаха правая или левая? Пришел хадис о том, что обе руки Всевышнего Аллаха правой. У Всевышнего Аллаха обе руки правой. Это у нас, иншаллах, придет дальше. И праведные предки сошлись на мнение о том, что у Всевышнего Аллаха есть две руки. Поэтому мы обязаны утверждать этот атрибут Всевышнему Аллаху без всякого искажения. И без всякого аннулирования. И без того, чтобы придавать ему какой-то конкретный образ, то есть говорить, что образ его такой, то есть у атрибута Всевышнего Аллаха рука есть образ, какой-то конкретный. Но мы не знаем какой. И не должны сравнивать руку Всевышнего Аллаха с руками его творений. И обе руки Всевышнего Аллаха действительные, так они действительно существуют, имеют образ и сущность. И они, то есть образ и сущность этих двух рук Всевышнего Аллаха, такие, как это надлежит величию Всевышнего Аллаха. И можете у себя быстренько записать то, что имама Мусульма пришел риваят этого хадиса. Пришел имама Мусульма риваят этого хадиса. В нем сказано, А земля в левой руке Всевышнего Аллаха. Но эта добавка, которая пришла имама Мусульма, является отклоненной, является недостоверной. То есть, кто, хафизы этой общины сообщили о том, что этот риваят или эта добавка является отклоненной. То есть, то, что рука, земля находится в левой руке Всевышнего Аллаха. И отклонился этой добавкой кто, передатчик по имени Умар ибн Хамза. От него у имама Мусульма приходит хадис в трех местах. От него у имама Мусульма приходит хадис в трех местах. И все они порицались ему. То есть, все они являются какими... Попали, все они попали под критику. И это также противоречит достоверным хадисам о том, что у Всевышнего Аллаха обе руки являются правыми. Обе руки являются правыми. И не называется рука Всевышнего Аллаха левой. И говорится, правая рука и другая рука. И обе они являются правыми. А те, которые аннулируют этот атрибут, сказали, что рука, под руками имеется в виду милость или мощь. Под руками имеется в виду милость или мощь, или что-либо подобное. И мы опровергнем их это слово тем, чем опровергли эти слова в четвертом правиле. То есть, чем опровергнем? Скажем, что это противоречит единогласному мнению праведных предков. Это противоречит внешнему смыслу аята. И это то, на что у вас нет никакого довода. Это то, на что у вас нет никакого довода. И говорит, и добавим еще четвертый вид опровержения. То, что пришло в этих аятах, то, что запрещает нам сделать такой тавсир, то, что под руками имеется в виду, что милость или мощь. Как слова Всевышнего. То есть, что заставило тебя не поклониться тому, кого я создал своими двумя руками. В другой руке его, что другой рукой Всевышний держит все свои творения. Так или нет? То есть, в этом указание на то, что нигма и кудра, то есть, щедрость и, что или, милости и мощь, их не бывает две. Так или нет? Что касается милости, то Всевышний что сказал про милости? Если вы будете считать милости Всевышнего Аллаха, вы их не сможете подсчитать. А здесь Всевышний говорит, две его руки распростерты. Исходя из их аятах, все же получается, две его милости распростерты. Так или нет? А остальные что? Или, либо они скажут, что милости у Аллаха только две, либо скажут, что две милости распростерты, а остальные не доходят до людей или не доходят до его творения. Так или нет? Что касается мощи, то у Всевышнего Аллаха одна мощь, и не делится мощь Всевышнего Аллаха на две или на три. Исходя из этого, им придется сказать, что обе его мощи распростерты, или тому, кого я создал двумя своими мощами, так или нет, или, а в другой его мощи он держит все его творения. То есть все эти торсиры невозможны, так или нет, невозможны, поэтому этот торсир является баталью, является ложным. Говорит, Второй вид пришло утверждение атрибута Всевышнего Аллаха руки в двойственном числе, каковлийта Аллах, как Всевышний сказал, но нет его обе руки распростерты. Остались и третий вид, пришло в множественном числе, каковлийта Аллах, как Всевышний сказал, неужели они не видят то, что мы создали из того, что сделали наши руки, скот. То есть Всевышний сказал, что руки. В первом случае сказал, что рука, во втором сказал обе его руки, в третьем месте сказал руки. Говорит, И сюда входят все руки, которые мы утверждаем относительно Всевышнего Аллаха. И это не противоречит двойственному числу. То есть так же, как по-русски, так, то есть если ты скажешь, я взял это своей правой рукой, или я взял это своей рукой, то есть это не противоречит тому, что у тебя больше, чем одна рука, так или нет? Противоречит или не противоречит? Это этому не противоречит. То же самое, что Шейху Саймин разъясняет здесь. То есть то, что указано здесь, что у Всевышнего одна рука, так, не противоречит тому, что у него рук больше, чем одна. Говорит, что касается множественного числа, то есть неужели они не видят то, что из того, что мы создали нашими руками, скот, слово руками в множественном числе. Говорит, То это пришло для возвеличивания рук Всевышнего Аллаха, а не для того, чтобы указать на их количество. Потому что множественное число, это три или больше. И в этом случае тоже множественное число не противоречит какому числу двойственному. Тоже так же по-русски, так или нет? То есть если ты говоришь, я взял это своими руками, или я отдал это своими руками, То есть это не указывает то, что у тебя три или четыре или пять рук. Так или нет? Не противоречит тому, что у тебя рук всего две. Даже если ты называешь или приводишь слово «рука» в таком множественном числе, и говоришь своими руками и тому подобное. То же самое говорит здесь. Аля анна ухадхил, это вместе с тем, что некоторые говорят, То, что наименьшее количество, то есть наименьшее множественное число, это два. И это действительно правильное мнение в этом вопросе. То, что множественное число наименьшего количества два. То есть, если 2, это уже называется джема. Так или нет? Если 2, про это уже говорится во множественном числе. То есть, разрешено это. То есть, то мнение, что множественное число начинается с 3 и выше, неправильно. Множественное число начинается с 2 и выше. И поэтому правильное мнение в вопросе, сколько человек, если соберется, можно читать джема, то есть, пьяничный намаз, сколько человек, если соберется. Если будет джема, так и если будет джема, то есть, группа людей. А группа в арабском языке это 2 или больше. То есть, если будет один, который рассказывает хутбу, и один, который слушает его, это уже что? Им разрешается совершить джума. Им разрешается совершить джума, потому что наименьшее множественное число это два. Говорит, И мы уже во время чего, во время их писаться или асихат, разъясняли другое разъяснение, как нужно собирать между этими аятами.